Портленд, Ванкувер, в Соединенных Штатах Америки, в Европе или же на территории бывшего Советского Союза в странах независимых государств. Вы смотрите передачу «Откровенные разговоры». Мы находимся в студии «Славик Фэмили». И у нас сегодня в гостях Геннадий Никутьев и Игорь Сидоров. Я приветствую вас, братья, и рад, что мы сегодня можем на нашей встрече, я бы сказал, внеплановой встрече. Несколько дней тому назад мы случайно, спонтанно созвонились с братьями, они дали согласие на эту передачу. И вот сегодня мы уже здесь. Эту передачу, я не знаю, мы посвятим, наверное, в честь Нового года или Рождества. Может быть, это подарок будет нашим слушателям, телезрителям. Хотя, если доживем, некоторые, да не некоторые, наверное, многие средства массовой информации пророчат нам, что 21 декабря будет конец света. Так что, хотим мы или нет, наверное, как раз эта передача и выйдет на этот день, на 21 декабря. Вообще, братья, давайте затронем, наверное, и этот фактор. Как стоит верующему человеку относиться к концу света, к этому событию? Ну, это нормальное явление. Когда особенно говорят насчет Рождества, я вот проповедую в тюрмах, и я начинаю, особенно когда в такие предрождественские дни бываю, вот. Я сразу говорю, меня спрашивают, когда вы празднуете Рождество, 25 или 7? Я говорю, для меня вообще интересный вопрос, это я его никогда раньше не праздновал, сейчас говорю, на версту и упущено, все по два раза делаю. Так что, и две Пасхи, две Рождества, что там, по два, все можно. То есть, для меня это никакого значения не имеет, какого числа праздновать, но хочется побольше праздновать. Ну, миссионера можно использовать, да, эту дату, как, ну, я не сказал бы, устрашить людей, но серьезно задуматься о своей жизни. Хотя, я вам скажу, что есть тенденция у многих христиан, как бы скептически относиться ко всем датам, и не получается так, что просто они действуют, я не знаю, как в притче Иисуса Христа, где человек говорит, не скоро придет Господин мой. Тогда можно вообще не быть готовым никогда, вот просто всегда скептически относиться к тому, что да, нет, какую бы дату ни предлагали, Христос не придет, не верьте, не думайте. А с другой стороны, можно ведь использовать это для того, чтобы как-то помочь неверующим людям или не знающим Бога задуматься о том, что, а вдруг, или как. Я думаю, что практически, когда, ну, идет разговор о какой-то дате, то мы знаем Писание, и Библия говорит о том, что, ну, то есть, он придет очень внезапно, тогда, когда люди не думают об этом даже. Вот, но наша позиция, как верующих людей, мы должны быть готовы в любой день, в любую минуту предстать перед Богом. Наша жизнь, она должна соответствовать тому, что хочет от нас Бог, и поэтому, если мы живем здесь, с Ним на земле, и наша жизнь принадлежит Ему, и мы посвятили себя на служение Богу, мы знаем, что рано или поздно однажды нам придется оставить эту землю, и неважно, дождемся мы его с небес, или это будет конец нашего земного пути, важно, чтобы мы были готовы встретиться с Ним. Ну, на 21-е может прийти вообще? Может прийти. Если в любой час может прийти, на 21-е тоже может прийти. Я, кстати, я все время проповедую о конце света, особенно в тюрьму, я прихожу и говорю, так, сегодня я хочу сказать, что для некоторых из вас наступит конец света, я говорю, если вы поймете, что в том свете, в котором вы жили, и вы оказались здесь, то чтобы этот свет, конец наступил сегодня, вот, и вы бы жили в настоящем свете, который есть истинная жизнь, это Иисус. То есть вот тогда, я всегда проповедую заключенным, и не только заключенным, все на концертах бывают, вот, на служениях, и я всегда говорю, что дай Бог, чтобы этот конец света сегодня для вас наступил, и вы оказались в настоящем истинном свете, который никогда не закончится, вот это нормальное явление. Ну, для тех, кто не думает, что это произойдет 21 декабря, как бы ни было, для христианина всегда стоит иметь повод задуматься о своей жизни и переосмыслить свои ценности, свой путь, направление, куда он идет. Я думаю, что у нас передача называется «Откровенный разговор», я вас попросил бы быть максимально откровенными сегодня, во-первых, потому что, ну, сколько той жизни, скажем так, а во-вторых, конец света скоро, так что, если кто-то, может быть, когда-то прослушает передачу и скажет, братья были слишком откровенными на этой передаче, но мы можем сказать, так вы посмотрите, перед каким событием была передача, перед концом света, так что это нормально быть откровенным. Вообще, слушайте, жизнь наша, она такая, как этап жизни, да, и вот когда-то он закончится, как этих зэков везут вагон, вагонзаком Столыпиным, закончился этап, его сразу в зону, и он там должен отсидеть срок, назначенный ему судом. И точно так же этап нашей жизни закончится, когда мы в теле, вот, находясь, почему я двигаюсь, потому что я в теле, когда я выйду из тела, моё тело уже не будет двигаться. И вот дальше, значит, когда этап нашей жизни закончится, мы будем находиться, либо вечность с Богом, либо вечность без Бога. И не важно, как нас здесь проведут, вот, хорошие похороны, салют какой-нибудь, духовой оркестр, а важно, как там нас примут, это другой вопрос, вот. И поэтому хочется сказать, что когда у меня произошёл конец света моего, в котором я долгие годы жил. Тёмного света, да? Да, тёмного, да, во тьме, потому что я жил в грехах, возле жил, вот, после особого режима, и Бог меня помиловал, вот, по молитве, кстати, человеку, у которого я кошелёк когда-то украл. Я не знаю его, в каком городе, Казахстан, Россия, Петербург, там, Белоруссия, где это произошло, но в вечности Бог покажет. И по молитве этого человека Бог меня спас. Получается, что когда я покаялся на пятый день моего освобождения, для меня наступил вот этот конец действительно света, и я увидел свет истинный. Вот, потому что люди тьму называют светом, а сладкое, горькое сладким называют. Ну, всё наоборот, то есть голова, знаете, как эти линзы вот такие, посмотришь в фокусе, всё перевёрнуто, да? И кажется, думаешь, ну как это они ходят? И один человек вот надел эти очки такие специально фокусированные, и он, знаете, где-то две недели он ходил, и вот так вот с первых дней вообще, потому что каждый человек идёт навстречу ему кверхтормашками, да. Но через несколько дней он заметил, что у него зрачок глаза сфокусировался под это, и всё стало на место, всё правильно. Но когда он снял очки, у него всё опять перевернулось. И вот мы, у нас эти очки греховные, они всё время одеты были, да, ну, с рождения, с зачатия сам в грехах и беззаконии. Вот. Беззаконие, значит, во грехах меня мать родила. И мы жили вот в этом мире, и мы думали, всё правильно. Потом эту духовную, греховную катаракту Господь снимает, Он говорит, я пришёл открыть очи слепым, вот, и вывести вас из тьмы к свету, значит, от сатаны к Богу, веруя в меня, получите прощение грехов и жребий с освященными. И действительно, я тогда увидел, что, слушай, свет, в котором я жил, это была настоящая тьма. А сейчас я вижу настоящий свет, я имею ту жизнь, которая никогда не кончится. Вот это нормальное явление. И вот эту тему, и вот эту жизнь я сегодня проповедую для других людей. Вот сегодня мы как раз и поговорим, как нам, как верующим людям, вот иметь вот этот правильный ориентир, вот этот правильный фокус. Потому что, наверное, многим христианам сегодня, и мы поговорим об этом, недостаёт не только неверующим людям, но и христианам. Поэтому мы хотели бы поговорить откровенно о многих вопросах. Как вы думаете вообще, говоря об откровенности, о правдивости, о искренности? А сегодня есть проблема с этим в нашем христианском мире? Ну, в принципе, сегодня немножко такое. Я наблюдаю то, что происходит вообще в христианском мире. И те вещи, которые... Ну, в мире всегда какие-то вещи происходили, как у неверующих людей, там, жестокие какие-то убийства и так дальше. Но то, что сегодня я вижу в христианских семьях происходит, и то, что делают люди, которые родились, казалось бы, с детства, слыша и в Англии, и молодые люди делают безумные вещи, которые сложно вместить или сложно даже объяснить. И понимаешь только одно, что причина, по которой они попали в такое положение, то ли их родители не были примером для них, они, может быть, видели в церкви одно, а дома видели другое. Почему они именно... или просто религия, которая была в жизни их родителей, она оттолкнула этих молодых людей, что они сегодня делают безумные вещи. Поэтому очень сложно сказать причины, по которым сегодня многие люди, они лукавят или хитрят и не имеют вот этой искренности общения с Богом, которое бы распространялось на окружающих людей. Игорь, мы обязательно, обязательно поговорим сегодня на нашей передаче об этом. Но вы, когда говорили об этой неискренности, вы все-таки судите об Америке или об Украине? Потому что, забегая немножко наперед, и я надеюсь, вы расскажете немножко о себе, вы с Украины. А вы все-таки делитесь опытом с Украиной, то, что вы видите, скажем, в тех государствах постсоветского пространства, или все-таки вы имеете в виду здесь, в США, потому что вы часто бываете в США? Я думаю, эта проблема существует везде, потому что практически как в Украине, так и везде, грех он везде одинаковый. И если человек не ходит перед Богом, а он это делает перед людьми, он всегда будет иметь неправильное положение. И перед Богом ему всегда придется быть таким человеком, который не может быть искренним, или открытым, или честным. Он всегда будет вести как двойной образ жизни. Почему? Потому что он больше боится людей, его больше интересует то, как о нем подумают, кем он является на самом деле. Поэтому он старается себя представить людям, а не Богу, как это учит Писание. Поэтому проблема, она существует везде, как, думаю, в Америке, так и в Украине, так и в Германии. И вообще во всем целом, если люди не познали той истины и не живут ради Христа. Да, да. Давайте поговорим о миссионерстве. Вот, давайте начнем с миссионерства. Некоторое время миссионер-евангелист Джордж Давидюк, наверное, многие знают такого, приезжал в Портленд. И как-то вот он выразился в проповеди, говоря о миссионерстве, что оно тесно связано с апостольством. Хотя дара апостолов как бы нет у нас сегодня. Но если сравнить миссионерство, то якобы оно тесно связано с апостольством. Так что, может быть, это одно и то же? Как вы думаете, апостольство и миссионерство? Ну, во-первых, то, что Христос сказал, я посылаю вас, в этом уже звучат некоторые слова, что посланник. А если он посланник, значит, он что-то должен там делать, не просто так. Вот выходя в какое-то море, я ведь должен иметь навыки там и ловить рыбу, и купаться, и сберечь себя, чтобы это море не утопило меня. Правильно? Не утонуло? Безусловно. Вот. И поэтому, значит, когда едем на миссионерство, то я должен быть готов к тем, с чем я даже, может быть, и не думаю столкнуться. Вот, с различными. Я же не думаю, например, что в этот момент война началась. Вы приехали в Киргизию, а там война началась. Значит, ну, надо как-то поступать было и правильно, и в той ситуации. Вот. А после приехали туда, там какие-то, может быть, радикалы, которые против нас настроены были. Значит, надо было и там. Когда Павел пришел в Ефес, он боролся со зверями в Ефесе, то есть, прежде чем создавать церковь. Для того, создать церковь, может быть, легко, с одной стороны, кажется, да? Ну, там будут звери, они всегда существуют и будут существовать. И если мы победим этих зверей, то там церковь будет, естественно. Если не победим, значит, мы уйдем и там... Вы сейчас о внутренней борьбе говорите. Не только внутренней, да. Не только внутренней. И поэтому апостольство своего рода, мы как посланники от имени Христова, да, вот, мы начинаем созидать. Вот. То есть, вы не против, если я в передаче скажу, у нас сегодня два апостола, Игорь Сидоров и Геннадий Никудзев, или это не очень? Это есть пять даров таких, апостолы, пророки, евангелисты, пастыря, учителя. Я вот призван благовествовать. Я евангелист сам. Вот. И делаю это долгие годы. Расскажите немного о вашем служении, если можно, буквально в течение минуты, что вы делаете, куда вы ездите, ваше призвание. Основное мое направление, это проповедовать в лагерях, начиная от пожизненного, особого, строгого, усиленного, общего режима, малолетки. Вот. Это тема. Конечно, меня приглашают там где-то еще, там, там где-то. Вот. Но основная проповедь туда. Почему? Потому что апостол Павел, он был фарисей, и он знал, как с фарисеями разговаривать. Точно так же, например, для меня, может быть, сегодня проблема, как мотор починить, там, ну, не знаю, да. Вот. Ну, когда я, например, беру того же человека, который хорошо разбирается в моторах, его, приехали в лагерь, он говорит, Гена, я не знаю, что тут делать, говорит, а мне там проще уже, понимаете. То есть, вот, поэтому я считаю, что дары и призвания, они не приложены, и Бог хочет, чтобы мы возгревали этот дар постоянно. Вот. И мы нуждались только в Боге, потому что раз он нам дал его дар, если он нас посылает, то... Дар, дар пения, да, вы певец еще. Это что, второстепенно или это на одном уровне со служением? Не-не-не, это уже, будем говорить, это началось, может, второе уже, как бы третье даже. Или можно сказать, в песнях вы проповедуете для внутренних, как бы, скажем так, церковных факторов. А служение миссионерское для внешних, потому что многое у вас в песнях, кстати, вот, очень такого вот конкретного, вот, достаточно обличительного. Давайте скажем так, обличительное есть, серьезное есть. Ну, как в Библии все обличают, и показывают, и дурого. Да, то есть, как на столе есть все, и острое, и сладкое, и горькое, там, и для... То есть, у кого печень болит, тоже мягкое можно покушать. То есть, это тоже дар ваш. Вот. Через песни. Почему, да, почему, потому что в основном в этих командировках, командировки, эти тюрмы, да, в основном, ну, больше приходится быть без группы всякой, без хоров, без певиц, певцов там. И приходилось все самому, самому, вот так, и так, и так. Песни рождаются тоже в поездках? И в самолетах, и в поездках, да, и собирают такой образ, значит, да. Мне очень хорошо помогает Саша Гусев, очень. Я просто говорю, Саша, так и так, он тему на лету схватывает, и по моему служению рифмовится. Но вы согласны, вот, когда он готовит песни, вот он мыслит об этих... Потому что, знаете, что, во-первых, каждая песня, она должна быть пережита моего служения, в котором я участвую сам лично. Вот. Если нет, это просто выдумано, мы не имеем права говорить то, чего не знаем, а то, что мы являемся свидетелями самого, вот. И поэтому, и заодно я увидел, что через эти песни мы делаем такие, допустим, в России, там, везде, мы делаем концерты шансонной музыки. Вот, ну, шансон это слово французская, песня, да, в переводе песня, да, вот. Концерт песни, будем говорить. Вот, а песни, они разные есть, и христианские есть, и есть о Боге, и есть против Бога, да, и что мы даем. И поэтому я вижу, как просто наполняются залы, вот, и на набережной делали, там, вот, везде, и в Владивостоке, и находки в Уссурийске, Тюмени, в Запорожье, там, в Киеве делал. Вот, я видел, как люди просто приходят, когда делают концерт шансонной музыки, объявляют еще, туда обязательно приходят эти неверующие музыканты, обязательно. И они сидят и слушают, потом подходят, говорят, слушают, да мы музыканты, говорят, ну, первый раз такое слышим, говорю, да у меня нет образования, нот не знаю, что там вот, для меня, как, на эти ноты смотри, как на японский язык все равно. Ну, все, я думаю, все знают и осознают и слышали уже, что новый стиль пришел в наш христианский мир, это стиль шансон от Геннадия Никутева, это новшество, и я думаю, что большинство, может быть, не все, кому-то, может быть, не нравятся ваши песни, может быть, сильно обличают, не знаю, но большинству, мне кажется, они очень рады. Так они мне тоже не нравятся самому. Обличают, да, как-то это самое? Да, конечно, само, вы думаете, мне это приятно самому себе, тоже что-то такое сделаешь, тоже неприятно сам себе. Но вы хоть понимаете, что вы уже звезда христианская, музыкальная, вы уже вошли в историю с этим шансоном, как с этой новым потоком, новой волной. Знаете, что, есть много, допустим, людей, которые с других национальностей, они пришли, они продолжают этот колорит христианства, и вот сегодня, например, киргизы поют, да, ты же не скажешь, что это христианская музыка вообще, и понятие христианской музыки, я не знаю, что это такое, вот. Но главное, я знаю, что такое о христе сговорить, и главное, чтобы человек мог задуматься. И вот, слушайте, допустим, вот в Киеве, заканчивается вот перед отлетом в июле месяце, значит, ну там полный зал был, пришли, покаялись там все, и вот меня одна семья там отвозила в аэропорт Борисполь, меня, жену мою. Вот, и это Лена, жена этого Сергея, говорит, идет через переход подземный, и там смотрит, дедушка какой-то идет, и говорит, и за ним парень такой, ну лет 32 такой, говорит, и говорит, догоняет, догоняет его, и я говорю, господи, что он будет делать? И он так раз ему, оп, и у него бумажник вытащил. Я, говорит, сперва опешил, а потом вспомнил, думаю, а-а-а, я же был на концерте, я знаю, что ты свидетельствовал, ну, Геннадий, что там про карман, что за меня помолился человек, у которого кошелек украл. И говорит, у меня появляется смелость, я подхожу к этому парню, и говорю, парень, отдай кошелек этому делу, потому что это будет проклятие тебе. Он остановился, что ты говоришь, говоришь. И она начала рассказать, вот был карманный вор бывший, он начал рассказывать, как за нее помолился человек. И он, значит, тот... Оттарил, да? Да. И он говорит, слушай, подожди, дед, и начал кричать, догоняет деда, возврат ему отдает, говорит, на, ты потерял. Ну, тот забирает, открыл и пошел. Вот. Подходит второй парень, они там в паре работали вдвоем. И она, говорит, я начинаю свидетельствовать, свидетельствовать. Обменялись телефонами. Они пришли на домашнюю группу, покаялись, вот два карманика еще покаялись, да. Кажется, ну, что тут такого, побыли на концерте. Но Христос, помните, как в 17 главе Иоанна молился, говорит, не только молюсь, но о верующих меня по слову их. Вот видите, то есть, как далеко Бог видит эти все. И чтобы мы были просто послушны, никогда не боялись что-то сказать, потому что мы знаем, что за нами стоит Бог. Действительно, не бояться, говорить все, что думаешь, быть искренним, честным, откровенным, это быть очень, это таким быть человеком очень важно. Игорь, расскажите о вашем служении. Так случилось, вот я даже не знал до передачи, буквально сегодня узнал, что вы тоже певец, и что вы тоже пишете песни, да? Вы пытаетесь... Ну да, это как... Это что? Это что? Так сегодня выживают миссионеры или как? Или скажу, что на этом можно как-то выживать. Я в хорошем смысле. Ну да. Потому что для миссионерства нужны средства, правда. Не всегда и церкви поддерживать, не всегда что-то надо сделать. Как-то нужно, как-то нужно существовать? Больше это как то, что дал Бог, и хочется себя реализовать, как говорят, по полной. То есть, если это есть, я тоже, как и Геннадий, для меня ноты как японский язык, вот. Но тем не менее, я когда покаялся, начал пробовать как-то играть на гитаре, и так чуть-чуть начал играть. Потом так один брат помолился, говорит, ты песни пишешь, спросил. Я говорю, нет. Он говорит, давай я помолюсь, чтобы ты песни писал. И как-то так со временем я понимаю, что сам я пробовал, не получается писать. Но когда Бог это дает, это быстро приходит от Него, и все это... Вот, поэтому практически служение, которое, по милости Божией, я имею, я очень благодарен за нашу церковь, я очень благодарен за пастыря, который... Что это за церковь, это на Украине, да? Это церковь Украина, город Буча, да. Однажды... Давайте поблагодарим пастора, может быть, он будет видеть... Пастырь Кравцов Илья, который приехал туда еще будучи как миссионер. Он служил в тюрьмах, он проповедовал людям, которые освободились с наших мест. Ну, с пастором вам повезло, да, можно сказать? Те, которые пасторы были миссионеры, они больше понимают и можно... Помогает пастор, правда, в вашем служении? Да, очень. У нас очень миссионерская церковь, и я верю, что многое зависит от служителей, которые стоят во главе церкви. Да, согласен. Потому что у нас немного 200 человек, но труд, который несет церковь, я считаю, что он очень большой, потому что мы имеем служение реабилитации, это 9 центров, которые есть, и сейчас еще там строится один репцентр тоже, ну, там будет два, мужской есть, но мы делаем так, на две половины будет мужской и женский. Вот, и люди, которым мы служим в местах лишения свободы, потому что мы имеем такую возможность служить по Украине ездить, это Одесса, Чернигов, Сумская область, Перекрестовка, пожизненные, разные режимы, женские колонии, мужские. И эти люди, которые практически лишены всего, родителей лишились, квартиры, у них есть место, которое им приготовил уже Христос, чтобы они могли, освободившись, познать его любовь и заботу через то служение, которое он верил в церкви. Также там, где находятся реабилитационные центры, мы служим в 22 селах, мы проводим постоянные евангелизации, туберкулезные больницы, посещаем это все еженедельно, каждую неделю, то есть колонии, тюрьмы, потом селы евангелизации, потом туберкулезные больницы, больницы для ВИЧ, инфицированных людей. И когда ты смотришь, что такая небольшая церковь, небольшое количество людей, но люди настолько посвящены Богом, и они настолько исполняют ту миссию, которую Бог предназначил для Божьего народа, для Божьих людей, которые познали Его любовь, и понимают, что они не свои, они приобретены этой дорогой ценой, чтобы нести людям свет Евангелия. Я был вчера в церкви, я проповедовал, и я так сказал, что я вижу то, что происходит в христианском мире, и я понимаю, что дьявол, он в великой ярости сошел, потому что то, что происходит, это действительно страшно, и зная, что ему мало осталось, и я так сказал, я верю, что конца света не будет, будет конец тьмы, потому что Бог уже, Он уже скоро грядет, и нам нужно быть очень готовыми к Его встрече. Это замечательные слова, да, я думаю, я впервые слышу, действительно, если что-то произойдет, это только к лучшему, поэтому стоит быть готовым к этому лучшему, потому что люди уже устали от этих, от этих страданий на земле. И большой привет пастору Илью Кравцову с Портленда, если он видит нас, действительно не все, скажем так, не все миссионеры могут похвастаться, что им помогает пастор, иногда слышишь, что пастор остается в стороне. Поэтому действительно, можно сказать, та церковь счастливая, которая действительно служит, и пастор вовлечен в служение. Да и в конце концов, не к этому ли мы призваны, правда? Я знаю, что вы не из верующих семей, вы, я говорю это с удовольствием, потому что я тоже не из верующей семьи, я тоже пришел к Богу. И некоторые люди, им кажется, и они мне говорили, что люди, пришедшие из мира, они немножко другие, чем христиане, которые родились в христианских семьях, они как будто больше видят, они как будто, может быть, больше понимают, не такие узкие в своем видении, в своем понимании. И, между прочим, кто-то даже заметил, не знаю, так это или нет, можете проверить, что очень многие из миссионеров, это люди, которые пришли не из верующих семей. Они познали Господа, были неверующими, или же они были верующими, но сильно упали морально, и потом поднялись и начали служить. Это что, закономерность, чтобы служить Богу, нужно сравнить себя, что, почему так? Вот я, извиняюсь, я отвечу на этот вопрос, потому что эта тенденция, она как бы, такое понятие существует, но я вот сегодня еду в Сеаттл к моему брату и другу Игорю Довгольцу, который служит в реабилитации. Он, это молодой человек, который родился в верующей семье, который посвятил свою жизнь, можно сказать, с юных лет Богу, и он ничего не мог делать, почему-то ему были неравнодушны, хотя он не познал там этих всех вещей, но он тянул этих наркоманов, церковь, и все, потом видит, что что-то не получается с ним, ничего. Он начал их просто привозить к нам на реабилитацию из этих людей, которых он привозил сровно. Сегодня есть пресвятера, декана уже церквей, которые были в этом мире, не знали Бога. И он был человек, который, я не знаю, почему в его сердце Бог это положил, но он не опустился, он вырос в верующей семье, но в его сердце видно было что-то такое, что он неравнодушно смотрел на тех людей, которых вокруг него погибают. То есть Игорь сейчас живет в Сиэтле. И он сейчас живет в Сиэтле, и здесь трудится в тюрьмах, и также имеет тоже служение в реабилитации. Игорь, вы должны быть примером для многих христиан, которые родились в верующих семьях. Что произошло в вашей жизни? Когда вы решили вступить на путь служения, в одном из интервью, Геннадий, вы сказали, что один из текстов библейских повлиял на вашу жизнь, что это было Римлянам, 1 глава, 14 текст, где написано «Я должен и еленам, и варварам, и мудрецам, и невеждам». То есть вы почувствовали, что этот текст относится к вам, правильно? Да, потому что слово «я должен» для меня, оно вообще… Я по жизни очень понимаю этот текст, сильно по жизни понимаю. Я видел людей, которые очень сильно страдали за то, что они были должны в тюремной. И потом я, когда это оценил, я говорю, «Господи, ведь сколько ты за меня заплатил? А что я могу тебе отдать? Чем?» «Ну, я должен тебе. Я должен этим сегодня идти к людям. Единственное, что я могу тебе дать? Ну, вот я… Время мое, жизнь мою, сколько осталось тут на этой земле, вот моего выбора нету. Вот я должен, отдаю тебе все. Куда меня пошли, туда пойду. Все, вот так вот. Но эти слова ведь сказал апостол Павел. Но они для меня коснутся. То есть вы считаете это нормально, чтобы эти слова мог произносить еще другое что-то? Конечно, да, слово-то… Потому что я встречался с некоторыми христианами, может быть, вы удивитесь, которые, например, на тексты слова Христа, который сказал «идите и проповедуйте всему миру», они говорят «это не нам, это апостолам надо». А вы понимаете, есть и такое мнение, то есть это не нам нужно. Ну а как же, хорошо. Это что, оправдание или это все-таки… Нет, ну вера-то отслышание. Ну как вот, например, если бы сегодня, я бы первый раз услышал в тюрьме о Боге. Вот Яков Григорьев Скорняков, он отошел в вечность, вот, благовестник Совета Церквей. И вот я когда сидел второй срок, он пришел к нам в камеру. Ну ему же могли бы перед камерой, там еще перед судом сказать, «Слышишь, распишись там, и зачем тебе в эту пятилетку сидеть?» И он бы не пришел в эту камеру. Хорошо. И мы бы сидели бы там. Но я первый раз-то услышал там в тюрьме. А для слова Божьего написано «УС нету» тюрьмы. Я извиняюсь, не получается ли здесь взаимосвязь, что вы увидели у кого-то, как кто-то делает, как кто-то спас вас. Это передается по цепочке. Вы теперь спасаете других. А если в жизни верующего человека, которого никогда никто не спасал, только родители всю жизнь говорили, «Надо ходить в церковь, надо», вот он и не видит смысла. Он, может быть, и считает, что куда идти, куда ехать, никуда не надо. Раз в воскресенье пришел в церковь или в субботу, и сидишь на служении, ничего не надо делать. Как убедить? То есть мы должны убеждать сегодня, что нужно служить. То есть этот текст, который затронул вас, я не знаю, может быть, Игорь поделится своим текстом. Подождите. Человек, который не первый раз сидел в тюрьме, за то, что да, он не считает, что он ни за что сидел. Потому что вам дано не только веровать, но и страдать за него. Значит, цена эта, платить надо за это. И вот он идет очередной срок сидеть, что у него только лет много, что можно там три жизни, одну жизнь просидеть в тюрьме, другую прожить, а третью там еще куда-то, на Гавайях проваляться. Так же не получается. Вот. И поэтому он идет. И я себя считаю, раз Бог мне дал такую возможность услышать там, в тюрьме, я должен, а я должен, значит, другим тоже, чтобы они в тюрьме услышали это слово Божие, спасение. Вот. И поэтому я считаю, раз мне была такая оказана привилегия, будем говорить, то я обязан, то что, ну как это так, я обязан идти. Все, для меня больше нет другого. Хорошо. Конкретный вопрос, братья, очень важный вопрос. Почему тогда не все чувствуют этот призыв? Почему многие отсиживаются в своих церквах? И многие даже могут находить себе оправдание. Скажут, ну конечно, этот Геннадий наворовал кошельков, пускай теперь и ходит, проповедует. А я-то ничего такого не сделал плохого. Я вот в церковь хожу на собрание. Здесь что, неправильные взгляды вообще? Неправильное понимание? Не отдел, чтобы никто не хвалил. правильно? Он же спас нас. Не по делам правильность. Что вы могли бы посоветовать? Вот. Может быть, поэтому церкви не такие активные, не такие жизнеспособные, скажем так. Ну я не скажу, что во многих церквях есть люди, которые, он сам не ездит, но я, например, с ними езжу. Они со мной ездят, то есть как бы, понимаешь? Говорит, Гена, я не могу, даже мне человек сейчас раз привез две упаковки бритв, станков этих бритвенных. Все. Он уже в какой-то зоне, он уже по 52, 52 человека получит по два станочка. А не может что, Геннадий? Просто хотелось бы... Бритвенных станка полу. Он, это уже он, он там. Ездить не может. Прополитовать? А я как просто почтальон занес, он и все. Ну, это хорошо, что есть такие, потому что не все даже так поступают. Но, тем не менее, просто хочется понять, как вы видите, неужели должны быть единицы, которые ходят, служат, а остальные... Или это дар? Так вот, слушайте, когда Бог же будет все-таки спрашивать нас когда-то, вот откроется та книга и там будет все написано, Он же нас не будет судить за то, что мы что-то сделали, а за то, что мы могли сделать и не сделали, Он же за это нас будет спрашивать. Хорошо, Игорь, конкретный вопрос к вам. Как вы думаете, должны все-таки служить? Я понимаю, что вы не богословы, но все-таки вы призваны, я чувствую это, я вижу это, потому что не может человек гореть огнем служения, если он не призван. Все-таки служить все должны Богу или те, у кого есть дар? Служить Богу должны абсолютно все, потому что Библия, она учит об этом, если она об этом говорит, значит это важно, потому что все, о чем говорит Писание, это важно. Просто у каждого члена есть свое дело, как в теле каждый, в организме есть там какие-то системы, дыхательные, кровоносные, вот каждый орган, он исполняет свою функцию, тело Иисуса Христа и каждый член. Я не верю так, что есть люди, говорят, ну я не могу, если ты не можешь, у тебя нечем пожертвовать, ты не можешь поехать, ты можешь встать на колени и молиться за тех, которые ездят, за тех, которые проповедуют. и это будет твой чудесный вклад, потому что молитва, она имеет необыкновенную силу и благословение. Поэтому, если направить, нужно учить народ и мотивировать народ в этом направлении. То есть может быть и отсюда проблема? Потому что больше как бы людей, ну направлены проповеди на том, как сохранить себя, как не делать то или как не делать это. Но Библия нас учит, что нам нужно делать. Они, ну, что нам не нужно, она тоже учит, что нам не надо. Но она учит, что нам надо делать. Поэтому, когда мы приносим плод, Иисус сказал, кто приносит плод, того я более очищаю. А люди, которые как бы сидят, стараются себя хранить, но ничего не делают. Тем не менее, они все время попадают в проблемы и все время они просто-напросто, ну... А говорить, что дара нет, дар есть у всех, потому что благодатью вы спасены через веру, это не от нас, это Божий дар. То есть у каждого есть этот дар. То есть можно сказать, окей, у тебя нет дара проповедовать с больших трибун или с кафедры, но Библия говорит, что устами исповедуют ко спасению. Вы знаете, я перебью, вот 12 пар носков одна бабушка навязала. Больших. Для вас? Нет, ну не для меня, мне это не надо. Для служения? Говорит, может там кто-то есть, эти сироты сидят там, это... Ну она навязала, знаете, сегодня кому-то предложили, они не будут одевать. Ну взяли эти 12 носков, там пара, вот, пришли там братья, подготовленные, вышкаленные, такие начали, зэки, один вопрос, второй, третий, началась там, такая буза там, ничего не поймешь, ругаются там, да ладно, ты-то научился, пришел тут там, рассказываешь, наелся сам, мы тут сидим голодные. Все, собрание рушится, служение. То есть, даже неправильно начали это все. Они думали, что сейчас мы уже подготовили тут хороший конспект, может, а не надо, но в то же время, ну что делать? И знаете, тогда один говорит, братья, ну подождите, можно тут через, от бабушки передать привет? Вот она навязала, говорит, передайте, может тут кто-то есть, это, сироты, дедомовские, но зэки-то быстро, слышишь, иди сюда, ты, 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 и как раз нашлось для каждого из них. Эти носки стали сильно проповедовать. Вот такое вот. Вот тебе и бабушка, вот тебе и бабушка, как она сильно проповедовала, как говорится, все оказались не у дел, а вот проповедь этой бабушки, самая сильная, поэтому бабушки дорогие, благословляйте, слава богу, что вы вяжете эти носки, и наденет их тот, которого вы никогда еще не видели, не знаете, а может только вечность узнать. Действительно, эти бабушки могут быть упреком для христиан, которые сидят в церкви и считают, что у них нет дара проповедовать, хотя это тоже очень спорный и, сказать, интересный вопрос, потому что Христос сказал, от избытка сердца, говорят уста, и они говорят, по-моему, у всех, а имеешь ты какой-то высокопарный дар или нет, а если оно наполнено, если человек понимает, что Бог его спас, может быть, он не может проповедовать тысячам, но он будет проповедовать на улице другим людям, правда? Бог дал нам всем уста, и мы должны его славить и рассказывать, что Бог сделал в нашей жизни. На одном из интервью, Геннадий, кстати, у вас спросили, что вы можете сказать верующим людям и как мотивировать их к служению? Это ваши слова были. Вы отвечаете так, если человек верующий и знает, что он должен делать для Бога, пусть делает, если же он не знает, а просто живет своей повседневной жизнью, то он парализованный человек. Дорогие друзья, может быть, служение по тюрьмам, это как раз ваше служение. Ну, в принципе, это ваши слова, я думаю, вы должны будете сказать. Насчет парализованного мне хотелось сказать. Парализованное, это же не только, который в постели лежит. Вы сказали, что тот человек, который живет своей жизнью, понимает, что он должен служить для Бога, и не служит, он парализованный. Я вам скажу, что в нашем христианском мире очень много таких парализованных. Как помочь им исцелиться, если он понимает? Знаете, что есть рассеянный склероз? Вот человек, он хочет что-то сделать правильно, но рука делает, она делает то, что он не командует. Апостол Павел об этом говорил, да? Так. Но если, например, я знаю, что я могу сделать, ну, а я иду в другую сторону, то, конечно, значит, почему-то у меня тоже своего рода духовный есть склероз. Я понимаю, а делаю другое. Вот давайте поиграем в такую игру. Я буду в роли вот этих, вот скажем так, бездельников. Вот я бездельник духовный, хожу раз на служение, и вот я, мой аргумент, мой аргумент заключается в том, что, ну, ну, пока я не знаю, как служить. Во-первых, я живу в стране, где мне нужно кормить семью. У меня белый большой. Я не могу, как Геннадий, ездить по шесть месяцев, Правда, что вы по полгода? Может быть, поделитесь вот этим секретом. Я думаю, что некоторые, может быть, слушают и говорят, ну, как он этому у него получается? По полгода. Я тут на месяц не могу к маме вырваться на Украину или в Россию. У меня постарай спрашивают. Он по полгода. Как бы, это ж нужно заплатить за квартиру. Расскажите. Может быть, многие тоже скажут, окей, да мы устали от такой жизни. Это суета. Каждый день на работу. Хотим взять и поехать куда-то. Служить людям. Ну, правда. Я ж не говорю людям, что бросайте работу и все, давайте вас тут кто-то будет кормить. А что делать? Крудящийся достоин пропитания. В той сфере, в которой ты конкретно можешь проявить себя больше, и Бог тебя будет благословлять. Так. Вот. Если он строит, пусть тебя Бог благословит, ты понастроил там, но ты же можешь вот этот свой доход употребить так, что, например, я не смогу этого сделать, да? Например, не смогу. Мне не надо, я не прошу ни у кого. Я когда приезжаю, например, мне говорят, брать, Гена, приезжай, мы тебе и на билет купим, только мы тебя прокормим. Там много не надо. Вот. Единственное, что туда отсылаю, станки бритвенные, это, это, это. Ну, надо. Один зашел ко мне, у меня целые посылки там их, ты, сотни там. А что столько много? Я говорю, зэков все равно больше, чем этих бритвенных станков, и очков, и зубных щеток. А вот, для того, чтобы трудиться, ну, я помолился, говорю, господи, у меня дешевый апартмент, я недорого плачу за апартмент. Вот это уже, вот это уже практические вещи. Да, да. Не гонять, если у человека там, дополнил, я умею, я знаю, что такое, например, жить в одной камере с туберкулезниками, 14 человек, с одной кружки там и чиферили. Давайте тогда скажем так. А я сегодня радуюсь, что у меня есть апартмент такой, слава богу. Окей, давайте тогда скажем так, те, кто хочет служить Богу, а готовы ли вы жить скромнее? Правда? Нет, это вопрос, я не могу ему сказать это. Ну, скажем так, жертва чем-то нужно будет. У меня не было без родителей, рос, там, украл что-то туда-сюда, там. Игорь, вы свежая глава. Вы знаете немножко жизнь в Америке. Ну, вам-то на Украине полегче, там, работы часто нету, вот, много времени свободного, но здесь-то как? Как вот мы, живя в этой стране, как мы можем, вот, как Геннадий, вот он какой-то уникальный, у него получается, вот. А у многих-то, вот, семья, дома, завязаны мы на этом. Что делать? И получается, что этот мир повязал нас. Что получается, что мы Богу не можем служить, только потому, что мы, ну, извините за выражение, может, кому-то не помню, вляпались вот в такую ситуацию, что мы, мы в оковах, получается, Геннадий, ваша миссия, она разбивает оковы. Разорванные оковы. Мы в оковах, что нам делать? Ну, вообще, Америка такая страна, в которой, действительно, тебе необходимо иметь как-то достаток, чтобы ты мог покрывать эти все ибилы, и все, и все, причем в Божьем народе в основном семьи, они имеют много детей, и это тоже одна из миссий. Почему? Потому что я только вчера общался с одним человеком, и он говорит, для меня важно, чтобы мои дети были со мной в небесах, и я влаживаю в них, то есть я готов участвовать в ихней жизни, я готов с ними даже куда-то ехать или отправлять их на миссии, то есть я готов, и я хочу это делать. Понятно, что человек, занимающийся бизнесом, у него много времени уходит на то, и он не может оставить, тут чуть-чуть, только месяц не заплатил, тебе пришло тысяча, еще месяц что-то, еще там, и оно все растет, и понятно, что тут немножко другие законы, и другая система, которая проживание, но тем не менее, Библия-то не говорит, что человек должен вот оставить, он должен уже, если у него есть семья, у него есть это, он живет как-то, но в принципе, если у сердца есть вот это желание служить Богу. Да, оно должно быть у каждого. Да, человек найдет, знаешь, тот, кто не хочет служить, тот найдет отговорку, почему он это не делает, а тот, кто хочет служить, тот найдет возможность, как это сделать, тем более примеры есть наглядные, да? То есть, он себя найдет, в чем, или дать Гене, там, принести этих 100 долларов, и сказать, вот это от моей семьи, я могу вот это выделить, поедь где-то там, благослови, там, этих людей, которых ты, или тебе на билет, или еще на бензин, где ты там, или накушать тебе, и это будет благословение, и какой-то вклад для его служения. Но с другой стороны, для этих людей, это хорошо, что они жертвуют, другие, я понимаю, вообще не жертвуют, вот они копят, и жадные люди, и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, в конечном итоге, Богу же нужно, не то, что мы имеем, а Богу нужны мы сами. Не получается ли мы, как в православной церкви, вот люди работают, там, бизнесмены, вот, не понять, каким бизнесом занимаются, пришел батюшке, дал пачку денег, говорит, помолись, я грешен, вот тебе на церковь, а сам-то живет. Вот так же получается и эти братья, вот они выделяют деньги, но Богу нужны они сами. Слушайте, давайте простую математику, билет стоит туда-сюда, 1200, ну, к примеру, туда-сюда, да. Это практически, да. Ну, ну, и там, долларов, ну, 400 на еду, там, хватит, там, если, ну, вот так вот. На месяц? Нет. На 400, вы имеете в виду, что? Ну, там можно купить, ну, где-то кушать, да, Пару месяцев хватит? Ну, да, в 2000, если с Кромом, опять же. Ну, если ты же тоже будешь там что-то делать, трудиться, все прочее. Вот. Говорит, а где я возьму? Я говорю, хорошо, ну, вот, брат, я хожу тут, проповедую в тюрмах, вот, ребята, я говорю, ребята, сколько вы, честно, заплатили лаерам своим, вот, за сколько, за то, что вы сидите? Некоторые уже по 100 тысяч, по 50 тысяч, да, сколько раз можно было съездить? Вот туда деньги есть, кормить этих полицейских, суды, нормально, вот. Я говорю, так ты бы лучше съездил бы туда. Да мне папа говорил, говорит, давай, говорит, с дядей Гена едет, один, да, да, о чем мне делать нечего, сейчас сидит в тюрьме, вот, говорит, я, говорит, лучше бы с тобой бы поехал бы. Второму тоже говорили, третьему, но, я тоже зову, ребята, кто со мной, говорю, кто на Колыму, выходи по одному, коль побольше на Колыме, так прибавится в уме. Вот, ну, знаешь, говорит, ну, что это тебе Гена надо? Я говорю, да, слышишь, да, оно мне не надо, мне это не надо, как бы, да, но я делаю это во имя Иисуса. А если я делаю это во имя Иисуса Христа, он показывает, что это действительно, это мне надо. Если по-человечески, мне это не надо, но если делаю во имя Иисуса, то это мне так надо, вот. И поэтому, ну, тут не надо сегодня искать отговорки, слышишь, люди вон закладывают дома, в эти суды, там, знаешь, это ужас, караул там, вот, ну, надо сегодня правильно понять, как не трудился, как не старался, в жизни кризис наступил. Думаю, продали, я и денег не скопил. Теперь опять в тревоге вся моя семья, тут наконец-то вспомнил верующий я, да. Несколько дней назад один миссионер, кстати, мы созвонились по телефону, он сейчас в рейсе, он сказал такие слова, фактически подтверждающие то, что вы сказали. Он сказал, если мы не займемся этим миром, то этот мир займется нами. Точно так же и получилось в этой истории с этим молодым человеком. Поэтому, друзья, если вы чувствуете, что вы на опасном пути, дядя Гена, как уже сказал, призывает вас поехать с ним в поездку. Ничего, что у них нет какого-то образования. Главное, желание сердца, правильно? Дядя Гена берет всех, работа найдется всем, а Господь без хлеба и пропитания не оставит. Знаешь, что, я вот, ну, поделюсь некоторыми, вот, я брал человека, он выпивал, пьет, я говорю, пойдем в тюрьму, ну, не с кем было идти, и вот все, он верующий, пошли в тюрьму, да и все, вот, второй там подкуривал, там это, его тоже брали, ну, не с кем было больше, ну, и все получилось так, что это, мне уже говорит, когда на свадьбу к нам приедете, уже там все, то есть, Бог начинает работать, другой говорит, ну, я не сидел там, что мне делать, вот, а я говорю, знаешь, вот, ты приди, зеки будут тебя спрашивать, ты скажи, ребята, Бог сохранил меня от тюрьмы, я, например, не могу сегодня рассказать вам какие-то вещи, которые вы лучше меня знаете, но если у меня спросить, спросите, я могу там, посоветоваться с Геннадием, допустим, вот, но то, что я знаю, вот сегодня, я могу за вас помолиться за это, будь искренней, да, и с искренним, будут искренне поступать, это Божий принцип, и к тебе потянутся люди, будет попроще, вот, и тогда в тебе заметят, тебе не надо кичиться там чем-то, ты просто рассказывай, ты, все, ты с верующей семье, ты расскажи, что слава Богу, что у меня родители верующие, вымолили меня, что я не попал в тюрьму, вот это, и благодари Бога за это, ребята, скажи, вот, я же не лучше вас, но Бог сохранил меня, но я хочу за вас помолиться, там, помочь чем-то, вот, и в этом самом, ты будешь иметь большой успех. Игорь, вы сказали, что у вас церковь имеет реабилитационный центр, и не один даже, или один? не один даже. Не один даже. А ведь в Киеве много церквей, правда, вообще, христианских, я имею в виду, и не все же занимаются вот этой черной работой, вот, ходить к людям, которые, вы тоже посещали и тюрьмы, да, и наркомана, вы видите этих людей, жалких, почти потерявших уже образ Божий. А почему? Почему все-таки не все, не все занимаются? Вот есть, мне кажется, как будто можно этот христианский мир наш разделить на, на, на белую работу и черную, вот, одни занимаются черной, вот такой вот чернорабочей, вот, с людьми очень такими вот тяжелыми, вот, как мать Тереза, да, вот, ездила, вот, и такое, почему она и прославилась? Не для этого, конечно, она делала, а есть духовенство, которое сидит где-то наверху, оно в белых одеждах постоянно, оно никуда не это самое, все там красиво, все там чино. Как мы сегодня не обманываемся тем, что не в этом наше христианство, не в таком образе, потому что я вам скажу, что есть молодые люди, которые мечтают, мечтают даже о духовной карьере, скажу честно, некоторые даже мечтают быть пресвитерами, ну, что казалось бы, раз в неделю проповедую, и зарплата себе, и офис хороший, 50, 100, 200, 500 людей в подчинении, вот, и вот такие вот есть разные, разные интересы и взгляды, и, кстати, одного пастора, один человек, простой член церкви, задал ему вопрос, он говорит, я месяц болел, говорит, пастор, меня никто не посетил, ни дьяконы, ни вы тоже, знаете, что пастор ему ответил, он подумал, подумал, и говорит, а ты что, мой телефон не знаешь? Позвонил бы мне. Вы понимаете, а до чего доходит ситуация, вот, кто-то нуждается в том, чтобы прийти в церковь, кто-то, кто-то нуждается в покаянии, а что, веб-сайта нет нашего, зайди на веб-сайт, посмотри и придешь. То есть, проблема сегодня, что, я бы сказал, просто так, во Христе потеряна. Вот такая вот, да, что-то, что-то, что-то не то, вот, и я, если бы встать на это место, не знаю, вот, может быть, и вы слышите такие вопросы в свой адрес, вот, давайте, если хотите, я могу занять эту позицию и сказать, ну, братья, вам что, больше всех надо? Ну, приключения ищите, у нас есть веб-сайт церковный, у нас телефон, созреет грешник, припечет его, найдет наш веб-сайт, придет в церковь, вот наше миссионерское служение, что вам все нужно, что вам все не сидится, всякие проблемы, ищите, ездите куда-то, спокойной жизни не хотите. Ну, вот, мне тоже говорят, только начинаешь вот рассказывать, они говорят, слушай, он какой-то озабоченный про тюрьму рассказывает, я говорю, ну, если я бы у вашего духа пришел бы в тюрьму, а мне говорят, Гена, как там на свободе? Я бы сказал, ты что, озабоченный, что ли, про свободу спрашиваешь? Так, может быть, лучше им здесь на свободе про тюрьму рассказывать, чем в тюрьме о свободе. Второе, платить надо за все, цена, вот, знаете, что такое, допустим, вот ходишь где-то, он освободился, где-то опять залетел, срок новый получил там, или что, и все равно упрек, есть упрек, говорит, ну вот, ходил ты к нему, он опять сел, я говорю, ну, не доработал, братья, простите, может, что-то такое, извините. Значит, если мы сегодня посланы делать, да, я делаю это не для человека, не ради человека, а ради Иисуса Христа, я знаю, сколько заплатил он за меня, мы жемчужина, и купец этот, бог-отец, он нашел нас, пошел, продал все, что имел, и приобрел. Это хорошо, что вы так вот принимаете в свой адрес, и говорите, что, ну вот, я не доработал, хотя есть и другая ситуация, другая страна. Не надо мне ее высвечивать. Не надо высвечивать? Они сами знают. А что делать вот в этой ситуации? Мы сегодня на откровенном разговоре. Я вам скажу, один только пример приведу. Человек, который был зэком, отсидел 10 лет на белом лебеде. 10 лет. Пришел в церковь. В церкви наткнулся. Сначала он был как детятя. Вот. К людям он просто любил их, он просто радовался, он попал в Божье место, где прощенные грешники. Но со временем его съели. То, что не могли сломить его тюрьмы, лагеря, авторитеты, его съел братский совет. Это с грустью, конечно. Ну, об этом что говорить? Об этом говорит Библия в Галатам 5.15, что апостол Павел предостерегает. Говорит, если вы угрызаете друг друга и съедаете, то в этом беда. Ну, естественно. Болезнь крови. Когда белые тельца поедают красный, белокровие, рак начинается. Не жалко, что когда вот людей приводишь в церковь, а церкви не умеют сохранить этих людей. Это потому, что там другая атмосфера. Раньше их называли самоедой, этих людей. Не обидно, что эти люди уходят из церкви? Очень обидно. Очень обидно. Что делать? Я все время стараюсь с людьми. Да, я говорю, слушай, если ты захотел бы со мной побеседовать на любую тему, на любую тему, и ты посмотрел бы на меня, испугался. Проблема во мне. Почему ты меня испугался? Сегодня, если тебе надо, пожалуйста, звони ко мне. Вы знаете, мне ночью бывает звонят. В три часа. То есть вы не снимаете ответственность с себя? Да, ну, говорит, Гена. Ну, телефон кто-то узнает. Ну, мой телефон узнаю там. Гена, ты меня последний раз, может, слышишь? Я сейчас повешусь. Я не могу больше так жить здесь. Я говорю, слушай, давай там. В три часа ночи, кажется, что ты звонишь там? Или еще что-то. Ну, таких звонков очень было много, таких разных. Однажды стучатся, мама, мне дочка говорит, папа, кто-то стучится ночью в наш апартмент. Ну, я подхожу, я по-английски там хайбай долго знаю. Кто там? И по-русски отвечают. Слушайте. Я открываю дверь. Два парня. Я говорю, здравствуйте. Они, во, говорит, попали. Я говорю, вы попали, ребята, по назначению. Идите сюда. А, говорит, а как вас зовут? Я говорю, Геннадий Никоти. Вы, наверное, слышали. Ой, давай, говорит, уйдем. Я говорю, нет, 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 идите сюда. Я говорю, чтобы мне с вами в тюрьме не встречаться. Я говорю, давайте. Три часа ночи. Я завел их. Они с другого штата, я не буду говорить, ничего, значит. Вот. И я с ними беседовал, беседовал, там, подарил им диски. Вот. Потом, значит, дал им 7 долларов, чтобы доехать еще. Ну, на бензин. И надо же, я потом был в том штате, оказывается, и в одной церкви проповедовал, подходит ко мне мама. Плачет и говорит, вот, Геннадий, спасибо, плачет. Говорит, вот мой сын, говорит, это он был. Когда они уехали, я, говорит, встала на колени. Говорю, господи, ну, пошли им кого-нибудь. Ну, кого? И надо, вот, именно там заглохли где-то они, приехали. Вот. Они идут, смотрят, тут свет горит. Я говорю, вы знаете что? Ну, Бог послал кого надо. Если бы они в соседнюю дверь постучали, то там бы 911 было бы, естественно. Я говорю, вы только никому не рассказывайте ничего. Ну, вот такой случай, да. А если бы я просто сказал, да вы что, ну-ка, 911, кто-то ко мне там ломится, возьмите их. А мне это же дети чьи-то. Или это уже не моя ответственность. Не моя ответственность. Привел, пускай там уже разбирались. Что это? Вот. Поэтому, это самое, ну, если я говорю, ко мне человек будет подходить, сохрани Бог, чтобы он меня испугался. В любой ситуации, в любой момент, чтобы он ко мне мог с любой проблемой поговорить. Если вы еще оставите свой телефон, это будет вообще замечательно. Я, ну, 360, 823, 95, 16. Друзья, если вы захотите, или вас побуждает Бог к служению, к какому-то служению, вы понимаете, что в вашей жизни должны произойти какие-то изменения. Бог побуждает вас к чему-то. Я думаю, что у нас будет такая неформальная встреча без камер, где, может быть, Геннадий и другие миссионеры смогут вам подробно объяснить, как вы могли бы начать свою жизнь заново. Поэтому можете позвонить по телефону. Я думаю, что где-то в следующем, в следующем году, в январе, может быть, 2013 года у нас будет эта встреча. Позвоните по телефону 503-740-1101. Если вас интересует служение, миссионерское служение, и братья-миссионеры, они помолятся за вас, поговорят, и, может быть, вы поймете свое предназначение. И передача, конечно, у нас подходит к концу. Игорь, вы говорили о тех, ну, скажем так, героических мужчинах, которые говорят, что наше служение — это наши семьи. Слава Богу за тех мужчин, которые понимают это, но тем не менее многие не справляются с этой задачей. И тому свидетельство, те телефонные звонки, которые были на радио Геннадию, люди спрашивали просто, что нам делать. Люди уходят или в мир, вот, или в криминал, или еще во что-то, но уходят из церквей, покидают церкви. Действительно, проблема серьезная. Я думаю, что сегодня, после этой передачи, многие сделают вывод, что нужно что-то делать. Нельзя только вешать на этих людей, говорить, что они не хотели служить Богу, они не хотели что-то делать в церкви, они сами виноваты. Потому что часто ходят вот такие вот мнения. Они сами виноваты. Они не сумели сохранить. Но а чем мы смогли заинтересовать их, если у нас миссионерское служение — это наш веб-сайт? Скажите, на войну можно отправлять неопытного человека? Наша миссия — это телефон пастора. Вот это все служение. Веб-сайт и телефон пастора. Кто хочет, найдет и придет. Вот это для многих сегодня миссия. Сегодня уже нет тех Павлов, которые ходят, ищут, находят, спасают. Сегодня хочешь — а вон телефон мой. Хочешь — а вон веб-сайт. Что можно подсказать нам сегодня? Потому что это общая боль, я думаю, всего, всех детей Божьих. И у Господа тоже это проблема. Потому что Он хочет видеть, чтобы мы в последнее время что-то делали. А мы, получается, для нас и последнего времени для кого-то нет. Для кого-то оно придет не скоро. Для третьих хотелось бы, как песни. Да, у вас, по-моему, песня есть «Растолстели христиане». Да? Хорошая песня. Может быть, и если можно будет ее включить на передачи. А это песня Саши Гусева. Но вы ее поете, значит, вы согласны с ней, правда? Но вы растолстели не в плане физическом растолстели, а в плане ладыкийском. Что слишком всего много и хорошо, и ни в чем не имеем нужды. Бог об этом и сказал, поэтому это и записано в ладыкийской церкви. И, конечно, понятно, что некоторые церкви, и даже многие церкви, которые сегодня нуждаются в реформах. Потому что, в принципе, выработалась какая-то форма, и люди в этом утвердились. И вспоминая о том, что Бог 30 лет назад так делал, и было это очень все хорошо и благословенно, и люди как бы обращаются назад и говорят, ну мы вот так, вот Бог так, и вот Он действовал, и все. Ну это правда так. Но хорошо вернуться даже не на 30 лет назад, а на 2000 лет назад. И посмотреть, когда была апостольская церковь, когда она возродилась, когда люди имели одно сердце, когда они в простоте и веселье сердца преломляли хлеб по домам, находились в учении, в молитве, в общении. И когда они благовествовали этому миру, и Бог в великой силе, Он благословлял Божий народ, потому что сегодня люди устали от болтовни. Сегодня Павел, он сказал чудесные слова, и я очень присоединяюсь к ним, потому что он говорит, моя проповедь, она не была в словах человеческой мудрости, в убедительных словах, чтобы как-то... Сегодня люди убеждают, и сегодня люди мудрые вещи говорят, очень слаженные, красивые проповеди, но очень важно, чтобы за этими словами этих проповедей были действия Божьей благодати, чтобы Бог прославлялся, чтобы хромые начинали вставать, слепые начинали видеть. И именно такой церковь и видит Иисус Христос, церковь в последнее время. Поэтому я верю, что мы ожидаем этот последний дождь, последнюю жатву, которая придет на землю, и Бог через события, которые сегодня происходят в мире, Он начинает потрясать Божий народ, пробуждать. И поэтому многие люди... Почему? Это еще альтернатива, если они идут в какую-то другую церковь или американскую церковь, молодежь уходит, а некоторые вообще уходят в мир. И многие сидят в тюрьмах по той причине, что просто они соприкоснулись с религией, но они не видят жизни, они не видят действий Божьих, и им не хочется верить в такого Бога, которого представляют им люди. Поэтому я думаю, что Бог будет делать все для того, чтобы все-таки эти реформы пришли в церковь Христа, и чтобы многие просто люди познали и пережили на себе силу и реальность нашего Спасителя. Дай Бог, и мы, и наши телезрители, дорогие, будем молиться об этом. Друзья, с 2013 года, с нового года, выйдет газета «Из добрых рук», в которой будут максимально, я думаю, многие миссионерские организации, которые есть в Портленде, и вы сможете узнать, увидеть, позвонить, связаться для тех, кто хочет помочь, поддержать. Это тоже можно будет сделать, в том числе и миссия «Разорванной цепи» или «Сломанной цепи», да? «Брокенчейз», «Разорванная окова». Разорванная окова, да, то же самое. Вот, эта миссия тоже будет. Если ваша миссия, вы мне потом скажете, мы тоже сможем поместить ее в газету. И напоминаю, что у нас на передаче были два миссионера, а может быть, апостола, мы не знаем вечности, мы узнаем, как Бог их считал, как к Бог и мне относился. Это Геннадий Никутев и Игорь Сидоров, и буквально ваши пожелания в следующий Новый год, если доживем, если конец света или конец темноты не обрадует нас. А может, с чистого листа жить начать только для Христа, и Он простит, и Он поймет, и вновь по жизни поведет, и уж потом не отступать, терпеть, трудиться и страдать, чтоб небеса не потерять. Замечательно. Игорь. Я благословляю вас, всех, кто будет смотреть эту передачу. И я хочу ободрить вас просто. Ну, Господь, Он грядет, и время нам осталось не так много на этой земле. И я скажу, все, что мы делаем на этой земле, оно не имеет смысла, если мы не делаем это во Христе Иисусе. Поэтому все, что вы делаете для Бога, это имеет смысл и здесь, на земле, и в вечности. Поэтому стремитесь в небеса. Возьмите в свои сердца эту цель, что вы искуплены кровью Иисуса Христа. Вы не свои. У Бога есть для вас прекрасный план и благословение для вашей жизни, для ваших детей, для ваших семей. И если вы, Божий человек, имеете общение с Богом, вы ходите с Ним, вы имеете любовь в своем сердце к окружающим людям, я верю, что ваши дети, ваши семьи, они будут смотреть на вас, и вы будете прекрасным примером, и ваша жизнь будет чудесной проповедью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит каждого из вас. Я благодарен вам. Я благодарен вам, что вы были на передаче, что вы смогли найти время и поговорить об этих очень важных вещах. Друзья, действительно, как сказал брат Игорь, Господь скоро грядет. И как сказал брат Геннадий, «Стоит начать жизнь с чистого листа». И стоит уже сегодня. Пусть Бог благословит вас. До следующих встреч.